Продолжение следует... 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 нашей аудитории на ссылки на персонифицированные вебинары. Разумеется, это позволяет в большей степени закрыть вопросы, связанные с лекционными занятиями. Чуть сложнее решаются вопросы с некоторыми отдельными практическими занятиями, но весь вопрос в том, чтобы опять была освоена также и критическая масса тех учебных занятий, которые идут в сети. Как только появляется уверенность, то возникает и дальнейшее желание что-либо. Ну и здесь следует отметить, что как и министерство, так и мы сами оценили ту политику маленьких шагов, которые делаются. Почему? Потому что первоначально мы вспоминаем о том, что нам говорили, ну, наверное, надо неделю подождать, и сейчас все нормализуется. Потом неделя превратилась в месяц. Сейчас мы уже готовы обсуждать геопромежуточную аттестацию и, соответственно, прием в режиме онлайн. Но ключевым фактором, без которого вообще бы ничего не получилось, это явились наши студенты. Безусловно, в первое время особую тревогу вызывали массовые коммуникации, да, когда необходимо отвечать на массу вопросов преподавателей, когда необходимо давать разъяснения, зачастую выезжать на место, когда это было возможно, и помогать с настройкой. И здесь нам помогли именно наши студенты-волонтеры. И вот этот опыт студенческого технического волонтерства, он являлся основополагающим нашего успеха, явился одним из основных наших преимуществ и условий. Александр, спасибо. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. А вот подскажите, пожалуйста, ведь у вас в университете не только молодые преподаватели, не только волонтеры, но ведь есть преподаватели, которые в возрасте, и многие задают вопрос, а что делать с ними? Далеко не все из них умеют работать с новыми информационными технологиями. Ну, вот здесь как раз я не успел раскрыть эту тему. Как раз и нам очень сильно помогло технологическое волонтерство. Почему? Потому что, когда это было возможно, в первые дни, мы сформировали, усилили нашу службу поддержки волонтерами, которые непосредственно, пока это было возможно, выезжали к преподавателям в возрасте, показывали, рассказывали, обучали. И сейчас такой проблемой не носит. В принципе, и до этого даже наши возрастные преподаватели достаточно успешно работали с онлайн-средствами, и это позволило столь скромными силами выйти из сложущей ситуации. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Мы немножко попозже вернемся к вам. А сейчас мы обратимся к опыту университета, студенты которого голосуют за качество в буквальном смысле рублем. Университет умудрился не только перейти на дистанк, но и сохранил качество обучения на сверхвысоком уровне. Представляю вашему вниманию Ирину Зиновьеву, первый проректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова. Ирина Юрьевна, признаюсь честно, меня еще поразило и то, что помимо полного сохранения образовательного процесса вы смогли даже расширить область своей деятельности и охватить иностранными языками скучающих на самоизоляции россиян. Пожалуйста, поделитесь своим опытом. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые зрители. Да, спасибо, Александр, это действительно так. Сегодня мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда электронные библиотеки, лучшие музеи по всему миру открывают для человечества виртуальные двери. Многие стали заниматься тем, о чем долго, давно мечтали, но постоянно откладывали. И наш университет, он уникальный по своей сути. Мы преподаем более чем 16 языков. И решили, что такой же подарок мы можем сделать всем россиянам. И запустили образовательный проект совместно с нашим партнером социальной сети ВКонтакте «Учим языки дома». В основе проекта легли бесплатные занятия как для взрослых, так и для детей по восьми иностранным языкам. В первый же день видео набрало около 50 тысяч просмотров, а на сегодняшний день мы уже можем хвастаться двухмиллионным просмотром. В лидерах оказались английский, китайский, японский языки, и что отрадно еще, на первом месте по просмотрам оказалась классика родного русского языка «Учим говорить правильно». Если возвращаться к нашей сегодняшней дискуссии, это влияние ковида и последовавшая реакция, то я бы сравнила это с большим взрывом, который, по сути, определил ту физику, и при этом изменялась механика процесса обучения, и большой взрыв рождает не только новую физику и механику, он рождает и новые формы, и, соответственно, новые возможности роста для каждого человека и повышения качества. Если рассказывать, как мы переходили на удаленку, то я могу сказать, что после формирования нашей новой управленческой команды мы запустили процесс цифровой трансформации ВУЗа и была создана лаборатория цифровой трансформации, и в феврале месяце нам удалось обучить весь педагогический и административный состав навыкам работы с цифровой средой. Вторым, наверное, фактором, который бы я отметила, это быстрая реакция на ситуацию и, соответственно, бэкграунд, который уже был в лице подготовленного персонала и быстрая реакция здесь уже позволила нам оперативно перестроить всю ту систему, которая у нас стала создаваться. Это новые каналы различной связи, это огромное количество инструкций, роликов для преподавателей, для студентов, которые были созданы, были разработаны формы планирования, мониторинга, учета рабочего времени. В общем, в кратчайшие сроки мы смогли перестроить и выстроить систему, позволяющую нам эффективно работать. В настоящее время у нас работает огромное количество курсов. Мы можем говорить о том, что, учитывая вообще специфику нашего вуза, это лингвистическое направление для преподавания иностранных языков, мы полностью перешли на синхронное взаимодействие, так как у нас 80% это практических занятий. Здесь я бы хотела отметить еще, что мы перешли не только по основным образовательным программам, на такой формат, по дистанционным, по дополнительным образовательным программам. Полностью 100% переход, если можно, следующий слайд, мне зависло. То есть полностью мы перешли и на дополнительным программам. И запустили еще один такой социальный проект, это консультации по подготовке к ЕГЭ для школьников. Эксперты нашего университета консультируют школьников. Еще бы я хотела пару слов сказать по неучебной работе. Несмотря на такую огромную работу, которую проводят наши преподаватели, мы занимаемся и воспитательной работой. Более 200 проектов и мероприятий было запущено и вовлечена студенческая молодежь в активную волонтерскую и культурную деятельность. Мы запустили такой канал, следующий, если можно, слайд, интерактивный канал «Лун ОНР», который тоже показывает высокий интерес, что выражается в количестве просмотров ежедневно, это до 2000 просмотров. И еще один аспект, который мне хотелось бы осветить, это научная работа. Мы говорим, конечно, есть время написать статью и так далее, но мы разработали такой алгоритм, следующий слайд, проведение онлайн-конференции, можно сказать, алгоритм научной конференции, вы видите на слайде в смешанном формате. И за этот период было проведено 7 таких конференций, одна из них студенческая научная конференция. Дорогие коллеги, вот эта новая физика, о которой я говорила в начале своего выступления, требует не только перестройку механизмов, она требует, конечно, новых решений. А новые решения это создают те, кто на передовой, те преподаватели, которые не боятся пробовать что-то новое, кто отвечает за цифровую информацию. И, конечно, в нашем случае, как я говорила, это лаборатория цифровой трансформации. Мы возлагаем очень большие надежды на нее и, конечно, на наших преподавателей. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Ирина Юрьевна, подскажите, пожалуйста, но ведь у вас не только русские и российские студенты изучают иностранные языки. Я знаю, что у вас большое количество иностранцев, приезжающих из-за рубежа. И сегодня у многих университетов проблема, что делать со студентами, которые уехали к себе домой и не могут вернуться в Россию, чтобы закончить обучение. Здесь у нас проблем нет. У нас есть, соответственно, иностранные студенты, которые здесь у нас остались и проходят дальнейшее обучение. Они также на стопроцентном синхронном обучении находятся. И те, кто ребята вынуждены были покинуть, они присоединились к нашим занятиям. Поэтому у них есть возможность продолжать дальше обучение, которое они здесь начали у нас. Но и здесь я хотела бы еще подчеркнуть, что у нас огромное количество вне аудиторных, воспитательных такого характера мероприятий. Мы запустили очень много проектов с иностранными студентами. Это читай классику, соответственно, на русском языке для иностранных студентов. У нас очень большой проект, посвященный Великой Отечественной войне. И вот буквально недавно ребята начали читать различные рассказы в онлайн-режиме про Великую Отечественную войну. Поэтому жизнь продолжается, она не останавливается. И мы очень рады, что можем помочь и ребятам, которые у нас из других стран. Спасибо большое, Ирина Юрьевна. Такой вот удивительный, позитивный опыт. Прямо спасибо огромное. Вы затронули очень важную, интересную тему, что для большого скачка и перехода необходимо иметь наработанный опыт и прочный фундамент, как точку опоры, с которой можно оттолкнуться и пойти дальше. И я сейчас хочу с удовольствием передать эфир Андрею Ветлушскому, руководителю Центра медицинских информационных систем и технологии Института электронного медицинского образования Сеченского университета. И именно потому, что медики, как им и положено, не ждали, когда придет пандемия, а готовились к ней заранее, выполняли профилактические меры, готовились к переходу на дистанцию, создавали тот самый стратегический запас видеолекций, который позволил им сегодня без озноба и без температуры запустить дистант в Первом медицинском университете. Андрей, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо, Александр, за представление. В своем выступлении я хотел бы поделиться теми мыслями и тем опытом, который мы успели накопить не только за последние четыре недели, но и, собственно, намного раньше, потому что мы действительно готовились к этому... Мы не готовились к такому резкому переходу, но в последние несколько лет мы понимали, что дистанционное образование для нас становится очень важным в нашем процессе. И, собственно говоря... Сейчас я попробую переключить слайд, если получится. Мы, наверное, одни из первых, наш ВУЗ, один из первых объявил о том, что мы переходим полностью на дистанционный формат обучения. Буквально 14 марта, еще в пятницу, наш ректор Петр Итальевич Глыбочко издал приказ, и мы все об этом в этот же день узнали. И для нас в целом это не стало какой-то стрессовой, неожиданной ситуацией, потому что мы уже с 2010 года занимались дистанционными технологиями. У нас был развернут единый образовательный портал, мы создали электронный деканат, это сервис, в котором мы ведем все расписание студентов, посещаемость и так далее. И в 2018 году приказом ректора у нас был создан Институт электронного медицинского образования, в котором мы объединили все структурные подразделения, которые так или иначе вовлечены в работу с электронными цифровыми технологиями. И мы начали полномерную работу по оцифровке, в первую очередь, нашего материала. Вот за прошедшие два года мы создали, оцифровали более 1900 видео лекций с нашими преподавателями. Это покрывает по некоторым дисциплинам полностью 100% материала, а по некоторым приближается к этой цифре. Мы начали и продолжаем создавать массовые открытые онлайн-курсы, и сейчас у нас их уже более 100 опубликованных, и в работе еще столько же. Мы постоянно проводили дистанционное обучение после дипломного контингента с помощью вебинаров на разных площадках. И, естественно, нельзя сказать, упомянуть нашу электронную медицинскую библиотеку, в которой тоже работа по оцифровке всех печатных изданий производилась уже достаточно длительное время. Что же нам помогло в такой, можно сказать, критический момент перехода быстро включиться в работу? Максимальная коммуникация со студентами и с преподавателями. Мы использовали все возможные инструменты, которые, собственно говоря, есть для того, чтобы быть открытыми как для студентов, так и для наших сотрудников. Это веб-сайт, который у нас функционирует, объявления и новости на нем постоянно были в режиме практически реального времени. Социальные сети, группы в мессенджерах, онлайн-трансляции на YouTube, они шли буквально ежедневно в первую неделю перехода, и это было постоянно то студенты, то преподаватели, то управленческий состав. Мы делали рассылки. То есть для нас было критически важным, чтобы все правильно понимали сам процесс перехода, что мы делаем, как мы работаем в этом новом режиме. И как это работает на текущий момент, на сегодня. У нас все занятия, которые были, расписание практически не изменилось, то есть все занятия плавно просто перешли из оффлайна в онлайн. Студенты в своем личном кабинете все это видят, у них расписание это есть, они из расписания могут автоматически попадать в электронную образовательную среду, нашу единообразовательный портал, на котором размещены ссылки на лекции в соответствии с их расписанием. И сейчас уже там внутри мы используем наш инструмент для вебинаров. Библиопад, раньше это были ссылки на внешние ресурсы, сейчас уже это свой инструмент, который мы развернули у себя. Ну и мы продолжаем эту коммуникацию, то есть минимум раз или два раза в неделю у нас постоянно проходят трансляции, чтобы мы понимали обратную связь от студентов. И еще несколько слов я хотел сказать про то, что на самом деле в 2018 году мы создали ассоциацию развития электронного медицинского образования, и в нее вошли в начале это было 8 вузов, сейчас 10, и работают с нами еще более 14. Мы создали единую площадку для того, чтобы мы могли отрабатывать технологии, отрабатывать взаимодействие между вузами. И сейчас для нас это, наверное, тоже один из ключевых краеугольных камней, не только самим развиваться в этом направлении, в дистанционном обучении, но и помогать тем вузам, которые, собственно, работают с нами, потому что, наверное, как сказал Александр, сейчас для медиков это наиболее важно. У нас практически ежедневно идут вебинары по этой новой коронавирусной инфекции, поэтому мы, собственно говоря, на острие мы работаем в очень плотном режиме, слава богу, у нас все, в общем-то, в этом смысле благополучно, студенты учатся, у меня, если честно, супруга каждый день проводит занятия, и я прямо, можно сказать, вживую наблюдаю, как все это происходит. Ну, вот, в общем, на этом я, наверное, передам слово следующему спикеру. Спасибо большое за внимание. Андрей, спасибо большое, но мы вас еще пока не отпустим. Вот вы перечисляли большое количество технологий, впервые мы на слайде увидели прямо упоминание конкретных брендов, конкретных технологий. Подскажите, пожалуйста, как выбрать ту или иную технологию? Не боитесь ли вы, что такой ассортимент может выбить из равновесия студентов или преподавателей? И все-таки что делать тем, кто еще не остановился на какой-то конкретной технологии? Пожалуйста. Я думаю, что в любом случае нужно пробовать, потому что если мы используем одну единственную технологию, конечно, мы очень сильно зависим от технических возможностей и от лицензионной политики, и от всего, ну, от таких вот моментов. Не секрет, что мы вначале достаточно активно использовали Zoom, но в тот момент, когда они получили огромный наплыв пользователей, по некоторым данным я читал, что они чуть ли не с 10 миллионов до 200 пользователей получили, они, конечно, работали с перебоями, и это нам, к сожалению, мешало, не говоря уже про другие моменты, аспекты безопасности и прочего. Поэтому мы для себя не ограничивали преподавателей в выборе тех инструментов, которые им кажутся более удобными и более правильными. А что касается студентов, то на самом деле они гораздо более продвинутые, чем, наверное, даже мы, и они-то вообще очень легко воспринимают любые технологии. Да даже если бы мы в Инстаграм начали стримить, я думаю, что они бы это нормально бы восприняли. Поэтому нужно выбрать, наверное, это приходит только, наверное, с опытом, да, мы подсказываем, какие есть варианты, но рекомендовать, наверное, сейчас еще пока не совсем правильно завязываться на какую-то одну из технологий, ну, или на одно из решений. Спасибо большое. Я думаю, если мы перейдем вещать в Инстаграм, молодежь нас будет воспринимать еще более позитивно. Андрей, спасибо еще раз. И отдельное спасибо хочу сказать за то, что вы затронули платформенные решения и предоставление взаимного доступа, когда через одну платформу один университет может другому отдать свой разработанный онлайн-курс, ну, например, по бактериям, а другой заменному отдать онлайн-курс, например, по физике. И такое перекрестное взаимное опыление позволит и студентам получить доступ к разному контенту, и преподавателям обогатиться друг у друга. И я не могу не передать слово нашему следующему эксперту, эксперту не только в платформенных решениях, но и в организации доступа к цифровым ресурсам. Наш гость Наталья Юрьевна Иванова, генеральный директор компании IPR Media. Наталья Юрьевна, вот вы имеете опыт работы с большим количеством вузов страны. Удалось ли вам выяснить, в чем секрет успешного перехода на дистант? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Александр Сергеевич, за предоставленное слово и за этот замечательный вопрос. Я хочу сказать, что, как мы видим все с вами, что переход на дистант так или иначе произошел. Процесс этого перехода мы наблюдали изнутри. Сотни образовательных организаций, с которыми мы работаем, обращались к нам. Шел поток информации и поток вопросов и от руководства, и от преподавателей, от студентов. И, конечно же, вырос и спрос на наши продукты и на контент. Сейчас у нас четыре образовательные платформы. Это платформа IPR Books для вузов, профобразование для СПО, новая платформа «Русский как иностранный», непосредственно для обучения иностранных студентов русскому языку, и платформа ВКР ВУЗ. Как вывод, который мы сделали, я думаю, что все участники со мной согласятся, что главный вывод успешности перехода на дистанцию это, конечно же, подготовленность участников к этому процессу и подготовленность инфраструктуры. И сейчас мы видим, что многие те ресурсы, которыми была укомплектована цифровая среда университета, они как раз и востребованность их и сказалась. Я хочу... Мы провели некое исследование, как раз я на своей презентации покажу некоторые моменты, которые позволят говорить в каком-то каких-то количественных указателях. С первых дней карантина мы внедрили режим постоянного мониторинга ситуации в ВУЗах партнеров. Нам было проанализировано более чем тысячи организаций, и на текущий момент более 300 ВУЗам оказана целевая помощь по использованию наших цифровых ресурсов. Было запущено свыше 100 проектов по интеграции с информационно-образовательной средой и также с LMS, в основном Moodle. Для Moodle мы разработали специальные плагины, которые позволяют не просто использовать тот учебный контент, доступ к которому мы предоставляем, а непосредственно переходить к изданиям и к материалам из среды обучения. Специальный сервис преподавателям дает возможность добавлять книгу как элемент, и пользователям сразу обращаться к нему, не вводя каких-то логинов и паролей. На этом слайде видно, что была проведена централизованная регистрация пользователей, более 50 тысяч студентов и 8 тысяч преподавателей. Но также мы плотно работаем с командами, IT-командами университетскими. Не могу не сказать еще о новой разработке, которую мы тоже на фоне всего разрабатываем. Сейчас это приложение специально для соцсети ВКонтакте, поскольку мы анализировали, опять же, поведение пользователей и заметили, что активно именно эта сеть используется. И приложение ВКонтакте позволит более, скажем, ближе быть к библиотеке, к своим пользователям непосредственно. У нас было достаточно много данных для анализа. Всего мы взяли 400 ВУЗов. Когда проанализировали, посмотрели, мы увидели, как количество регистраций влияет на пользовательскую активность и как влияет непосредственно интеграция. В УЗы, в которых была проведена интеграция, более 70% пользователей знали о системе и были зарегистрированы. Еще один важный момент. Это анализ поведения пользователей, пришедшихся с двух федеральных порталов «Доступ всем» и «Все онлайн». Он нам тоже позволил, на самом деле, сделать следующие выводы, что буквально за несколько недель пришло достаточно большое количество пользователей, которые имели подписку и доступ через университет, но пришли они непосредственно с внешних ресурсов, что нам тоже позволило говорить о недостаточно хороших коммуникациях. И вот здесь общий тренд, и мы пришли к выводам, которые формулировали все последние несколько лет, по сути, что любой цифровой ресурс, будь то библиотечный или административный сервис, он не может работать сам по себе. Он обязан быть частью общей системы и общей цифровой стратегии. На примере показано, как интеграция конкретно наших платформ влияет на пользовательскую активность. Мы сразу заметили, что практически за месяц более чем на 60% статистика как по регистрациям пользователей увеличилась, если была она 1200, стало 7000 пользователей. И непосредственно обращение к самим ресурсам. Ну и хотелось бы в заключение сказать, показать некий кейс, который мы наблюдаем и который зачастую используется. Вообще сама по себе интеграция достаточно простая процедура, которая проводится за один день, но если сервисы, конечно же, адаптированы. И очень важно благодатная почта, что именно в виде руководства была и слаженная командная работа. Действия, которые необходимо сделать, на наш взгляд, и как опыт, который показал, что необходимо, во-первых, провести ревизию различных ресурсов цифровых, которые используются в университетах, составить полный перечень ресурсов, определение целей и задач, которые они решают, сделать вывод, нужны ли они в общей инфраструктуре, составить общее техническое задание, ну и, в общем-то, утвердить его и распределить роли. Очень важно потом еще оттестировать. Причем вот здесь вот в колонке ответственно мы подчеркиваем, что очень важно, чтобы работа была не только координатора, но и каждого из подразделений. И последний слайд, который я вам покажу. Пример просто интеграция. Мудл показан, как можно интегрировать систему. В общем-то, коллеги, на меня все. Большое спасибо. Наталья Юрьевна, большое спасибо. Очень интересно, что вы говорите, что иногда ресурсы есть у университетов, и однако пользователи и студенты, преподаватели буквально не знают о том, что есть такой ресурс, и попадают к вам со внешних каких-то ссылок. Оказывается, ресурс очень востребован. Но вас хочу спросить, а каков глобальный смысл в повышении статистики использования ресурсов? Пожалуйста, вот лаконично за 20 секунд. Ну, глобальный смысл – это, в общем-то, выстраивание, как я и сказала, IT-стратегии единой университета для того, чтобы пользователи получили доступ в нужное место, в нужном месте, в нужное время. Ну и, в общем-то, наверное, целевой расходный средств, потому что финансы тратятся, хочется, чтобы они существует, затраты. Спасибо большое. Мы знаем, что IPR Media внедряет платформы во многих университетах страны и позволяет связать различные компоненты университета. А вот следующий наш эксперт расскажет вообще о космическом опыте. Вдумайтесь, 10 миллионов уроков онлайн. Дарья Гриц, директор по стратегии Skyeng Education System. Дарья, ведь вам сегодня скачок совершать не пришлось. Мы знаем вашу школу именно как онлайн-школу. Расскажите, что является секретом успеха, который могли бы перенять у вас другие университеты. Обязательно расскажу о секретах сегодня. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое. Да, подскажите, а вот презентация включится? Ага, супер, спасибо большое. Так, ну, вот она благополучно поехала. Действительно, меня зовут Дарья Гриц, я директор по стратегии Skyeng University, делаю в компании Skyeng продукты цифровые для университетов. И действительно, компания Skyeng за 7 лет работы провела, мы, наши преподаватели, провели более 10 миллионов онлайн-уроков. Так что у нас есть опыт, которым можно поделиться, релевантный опыт на сегодня. Я бы сформулировала вопрос так. Как университеты сейчас могут повысить эффективность обучения онлайн? И ответ я предлагаю такой. Для этого, для повышения эффективности онлайн-образования, необходимо подходить к разработке образовательных программ, как, ну, по-особенному, да, подходить и воспринимать образование как продукт. И что я имею в виду под продуктом? Изначально в IT продукт — это некое решение, программное решение, которое нужно для того, чтобы решать проблемы пользователей. И когда мы смотрим на образование как на продукт, то мы думаем и учитываем не только то, что мы как университет, да, мы как эксперты в образовании можем готовы сообщить студентам, какими знаниями мы готовы поделиться. Мы начинаем при разработке образования, да, образовательных программ учитывать еще и то, что нужно студентам. Мы начинаем с того, что мы проектируем образовательный опыт, да, то есть мы узнаем, какие потребности есть у студентов, как наших пользователей, какие у них ожидания, для того, чтобы в конечном счете построить карту пользовательского опыта студента, так называемый Student Journey Map. Да, мы таким образом проектируем, заранее закладываем тот образовательный результат, который мы хотим получить. То есть мы это продумываем на этапе проектирования, на этапе только создания образовательного продукта. Подбираем под эти цели, под желаемый образовательный результат необходимые инструменты, да, выбираем контент необходимый, тот, который будет релевантен нашим студентам, да, то, что им будет восприниматься как что-то интересное, да, что-то вовлекающее. И затем мы работаем с нашими образовательными продуктами, с нашими программами, как в рамках цикла продуктовой разработки. То есть мы не просто проектируем и внедряем образовательную программу, но мы и постоянно отслеживаем, что с ней происходит, да, то есть мы постоянно собираем обратную связь у наших студентов, у наших пользователей о том, насколько они, насколько продукт для них понятен, насколько он соответствует их ожиданиям, насколько он действительно эффективен. Мы все это анализируем и сопровождаем этот продукт, то есть постоянно внедряем улучшения. И в Skyeng, наверное, такой самый что-либо простой, да, на такой пример, который можно привести по поводу обратной связи, это то, что весь контент, все упражнения интерактивные у нас в компании, они имеют такие иконочки, да, лайк и дизлайк. То есть студент может либо поставить пальчик вверх, что ему нравится упражнение, или ему нравится этот урок, или пальчик вниз. И затем мы проводим аудит на постоянной основе тех упражнений, которые получили вот много этих дизлайков. И мы разбираемся, в чем дело. Дело в том, что это упражнение, да, не к месту здесь. Дело в том, что это упражнение непонятно, нерелевантно, или, может быть, устарело, да. Почему так получается, что недостаточно хорошо воспринимается студентами этот образовательный продукт, и мы, главное, готовы с этим работать. И сейчас у нас в продуктах, которые мы запускаем в университете, учатся порядка 18 тысяч студентов, и больше 30 вузов сейчас пользуются нашей платформой, внедряют ее в основной свой образовательный процесс. И вот здесь на слайде кейс, как мы разрабатывали образовательную программу по общему английскому языку, цифровой учебник Skylake English. Мы начали с того, что мы исследовали рынок, какие есть образовательные программы, какие есть учебники уже, какие есть курсы, конкурентные продукты, да, то есть мы сделали анализ конкурентов. Затем мы исследовали наших пользователей. Мы поняли, что им нравится. Мы спрашивали их, да, проводили интервью, исследовали для того, чтобы понять, какие цели они вообще преследуют, когда изучают английский, в том числе в ВУЗе. Под это уже спроектировали инструменты и запустили первый вариант продукта, а затем последовательно внедряли улучшение. И, в общем, подводя итог своему, да, вот этому ответу о секрете, он вот в переходе к этому продуктовому подходу, к немного другому мышлению и восприятию образования. И я вижу, и мне кажется, что наша сегодняшняя дискуссия тоже яркий тому пример, что наши прогрессивные флагманские ВУЗы практикуют продуктовый подход и умеют этим пользоваться. Я думаю, что если это будет внедрено повсеместно, и большая часть российских ВУЗов эту практику перемет, то мы имеем большой шанс повысить качество нашего высшего образования, в том числе за счет онлайн-продуктов. Дарья, спасибо большое, вы затронули интересную тему. Многие сегодня говорят о том, что университетам пора перенимать лучшие практики коммерческих компаний, которые научились не только выживать, но жить и даже процветать. И вы тому пример. Но возник такой вопрос. Сегодня многие университеты, можно сказать, ступили на вашу поляну онлайн-обучения. До этого в чистом онлайне было не так много конкурентных игроков. Не боитесь ли вы, что университеты в ближайшее время составят вам серьезную конкуренцию? Отличный вопрос, Александр. Вы знаете, мы этого очень ждем на самом деле. И не воспринимаем ВУЗы как конкурентов, воспринимаем как сотрудников. Мы видим кейсы мировые, в том числе, например, в США, о том, как могут синергетически развиваться коммерческие компании и ВУЗы. И я думаю, что возможности сотрудничества и возможности запроса, скажем так, от ВУЗа и новые программы, которые будут создавать университеты, это для всей нашей сферы образования огромный рывок вперед. И это только плюс для нас всех. Дарья, спасибо большое. Наша дискуссия сегодня удивительна. У нас три крупных университета и две коммерческие компании, которые фактически в голос говорят не только о единении, но сегодня наши эксперты представляют организации, которые ни разу, ни на секунду не посмели усомниться, не посмели сказать, что нет, надо опустить руки, сесть, переждать, перетерпеть. Это те, кто встали, можно сказать, в бой, как солдаты, плечо к плечу, начали делать свою работу и сделали ее на пять с плюсом. Спасибо большое вам, эксперты. И позвольте задать два простых вопроса. Прошу вас ответить очень коротко, очень хлестко. В чем главный секрет вашего успеха? И какой главный опыт вы, как университет, получили, совершив этот невозможный, казалось бы, скачок в онлайн? Предлагаю начать с университетов. Ирина Юрьевна. Андрей, пожалуйста, начнем с вас. Ирина Юрьевна, вам слово. Да, ключевые такие слова, я скажу, если можно. Это, конечно, команда, это гибкость мышления, это скорость реакции, это работоспособность и, конечно, быстрые, но тем самым взвешенные управленческие решения. А что касается, что дальше нам это дает, это, конечно, толчок для роста, повышение качества образования, то есть есть к чему стремиться еще. Спасибо большое. Андрей, пожалуйста, вы. Да, я бы, наверное, отметил, ну, где-то повторил, наверное, что это действительно командная работа в первую очередь, во вторую очередь это коммуникация непостоянная, и, наверное, третье – это гибкость, то есть возможности, умения быстро меняться. Вот эти ключевые, наверное, моменты, которые и нам помогли, и в целом мы планируем, что помогут нам в будущем. Спасибо большое. Теперь советы от представителей, от прекрасных представителей коммерческого сектора. Ваш главный совет университетам. Пожалуйста, Наталья Юрьевна, вам слово. Спасибо. Секрет успеха, как мы считаем, заключается в том, что мы никогда не производили платформы в вакууме и не привязывались никогда к устаревшим стереотипам о библиотечных продуктах. Но все-таки себя считаем IT-компанией, всегда думаем о пользовательских сценариях, следим за данными, анализируем и синхронизируем непосредственно нашу работу с работой университетов. И фактически мы были всегда готовы к этой ситуации, как организационно, так и технологически. Ну а главный опыт, который мы сейчас для себя поняли, что в стрессовых ситуациях ответственные лица вузов в большинстве своем быстро реагируют на изменения, мобилизуют ресурсы. И сейчас мы в среднем проводим от одной до двух интеграций в рабочий день, и руководители библиотек стали чаще общаться с IT-службами, и это дает свои высокие результаты. Спасибо. Спасибо большое. Дарья, пожалуйста, ваш совет с детством. Я полностью присоединяюсь к коллегам. Безусловно, это командный результат. То есть любой успех сейчас – это команда. И хочу сказать большое спасибо преподавателям, в том числе и тем преподавателям, которые работают с нами и пользуются нашим продуктом. Спасибо им огромное за их готовность сделать невероятные вещи и подвиги в невероятных сжатых сроках, изучить абсолютно новые для себя вещи, чтобы поддержать непрерывность образовательного процесса и сделать качественным образование для студентов. Спасибо вам большое и низкий поклон, а мы вам во всем будем стараться помогать. Спасибо большое. Алексей Анатольевич, вот вы сегодня открывали нашу сессию, я вас представил как того бойца, прям, можно сказать, на самом пике фронта. Вам, пожалуйста, почетное право завершить нашу дискуссию и поделиться главным секретом успеха. Ну, давайте все-таки успех или не успех оценивать уже по осени, в нашем случае, когда Бог даст, завершится эта ситуация с эпидемией. Тогда, придя уже в обычную аудиторию, а может быть в онлайн-аудиторию, мы оценим, как мы учили весь этот переходный период. Но, на мой взгляд, и тут согласен с коллегами, это, безусловно, командная работа. И ключевым фактором является вот то, что сейчас произошло, а именно повод для вовлечения в процессы цифровизации, цифровой трансформации сутевых специалистов из смежных подразделений, из подразделений, которые занимались координацией учебного процесса, учебно-технического обеспечения. Сейчас мы все работаем как единая команда. На фронте различий нет. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Я получил огромное удовольствие от общения с вами. Надеюсь, зрители наши тоже получили удовольствие. Позвольте, подведу маленький итог. Каждый день этого месяца по затраченным усилиям и темпам освоения нового можно, наверное, сравнить с отдельным годом спокойного развития. Это был месяц сверхнапряжения и борьбы. Борьбы с технологиями, борьбы с менталитетом, борьбы и сражения плечом к плечу. И, как мы выяснили в нашей беседе, решающую роль имели два фактора. Первый фактор – сильные, слаженные команды. Команды, в которых IT-подразделения смогли найти сразу общий язык с образовательными, с административными подразделениями, где плечом к плечу технарей и преподаватели, и студенты, и администрации встали на этот удивительный, где-то очень тяжелый бой. И только такие сильные, слаженные команды смогли совершить мощный рывок вперед. Второе – колоссальную роль в переходе на онлайн сыграла подготовка, наличие фундамента, основы из наработок, из готовых онлайн-решений, готовых онлайн-курсов, записанных в видеоформатах, из подготовленных и обученных преподавателей, хорошей вообще кадровой подготовки, в том числе и специалистов. И вот эти вот два фундамента, две основы, вот фундамент и команда, наверное, и послужили тем, той опорой для скачка и рывка вперед. Еще раз огромное спасибо нашим экспертам. Каждый из вас представил сегодня целую вселенную, целую жизнь, промелькнувшую перед лицом университета за это небольшое, но очень интересное время. Большое спасибо вам, дорогие зрители. Но мы с вами не прощаемся, и через несколько минут на этой площадочке вас ждет очень интересная дискуссия о качестве. Качество онлайн и оффлайн. Что произошло с качеством образования? Сумели ли университеты сохранить качество онлайн на таком же уровне, как и качество оффлайн? А как измерить качество? А как обеспечить это качество? И как меняется роль и место преподавателя в учебном процессе? Модератор дискуссии Елена Каменева. А мы с экспертами прощаемся с вами. Я, модератор Александр Фадеев, проректор подсвилизации Томского политехнического университета. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.